Поехали к дочери на соревнования, но это оказалось, как сказать, отчетный концерт. И поскольку было время еще у нас до концерта, ну полтора часика, мы заехали еще посмотреть мне футболки в дорогу. Хотелось найти красные футболки, которые, ну, с воротничком я хотел именно взять с собой. Мы заехали в торговый центр, в Вейермолл, ну и там тоже ехали какие-то соревнования. Походили, выпили по чашечке кофе, посмотрели, ну и тронулись дальше в концертный зал Лаврова. Оксана пошла у меня картины смотреть, переем. Тут мы уже в зале на концерте. Наши девчонки выступают первыми. Поскольку музыку YouTube не пропускает, приходится слушать вам без музыки. Вернее, смотреть танцы без музыки. Но концерт прикольный. Зал прям полный. Я вам еще покажу. Его ДК имени Лаврова находится на Уралмаше в центре Екатеринбурга. Почти что. Ну, для нас это как бы с нашей стороны вроде как центр. В общем, ребята разных возрастов, как сказать еще, разных характеров. Ну, видите, танцуют. Выступали даже мамочки, которые приводят своих детей на концерт. В зрителях бабушки, дедушки. Всем семейством болели за своих внучек, деточек. Ну, в общем, праздник понравился. Длился он около двух с половиной, по-моему, часов, если не три часа. В общем, отсидеть было сложно. В зале, конечно, было немножко жарковато, но все-таки мы отсидели. Посмотрели все номинации. Сейчас я вам постараюсь показать и козявок самых маленьких, и самых взрослых, как бы мамочек. Но это все долго. И, возможно, будет все без музыки. Поскольку YouTube, еще раз повторюсь, музыку не пропускает. Так что как-то вот так получилось. Отдохнуть тоже вроде надо, но с понедельника надо уже заниматься трактором. Надо уже, ну, не знаю, голова кругом. Маршрут еще не рисовал, но примерный маршрут до Казани уже я составил. Конечно же, пойдем, наверное, через город Пермь пойду. Ну и с собой надо будет собрать еще все основные, там, так сказать, запчасти, запаски, чем клеить. Ну и продукты питания тоже. Танцевальная школа называется Бая Дэнс. Находится она у нас в городе Верхняя Пышма. Ходит туда около 150 человек, если я не помню, не ошибаюсь. Изменяет мне. Ездили они в Тюмень, Челябинск, Москва. Везде привыкли оттуда призовые места. Неплохие, допустим. Даже, честно сказать, это радует. Помню, мы даже двумя самолетами отправляли детишек, чтобы прибыть в Москву на конкурс. В общем, двигаемся, смотрим. Нравится детям, а что вот и не заниматься. То есть не по подъездам шариться, а вот заниматься хотя бы, так сказать, танцевать, мышлением, так сказать, музыкованность. Тут, понятное дело, девчонки репетируют между своими, так сказать, выходами на сцену. Был моментик, ну, заснял маленечко, как проходят репетиции. В общем, осталось только дождаться поздравления. Ну и такие вот, как бы, видео получилось. Катерина, мы вашу команду все поздравляем. Говорим вам огромное спасибо, что вы воспитали наших детей, большую команду тоже. И вселили в них уверенность, уверенность, мотивацию дали к победе. Наши дети побеждают. И мы огромное спасибо говорим вам. Очень волнуюсь. Посмотрели, как дети устроили нам праздник. Это у них был отчетный концерт. Ну и дела надо делать. Так, колесо я по новой разобрал. Заклеили камеру. Спасение дрона. Брательник у меня лезет туда. Сейчас он, Серега, до половины долезть в трихане, он, наверное, шлепнется. Где-то он вот здесь. Да-да, вот он где-то тут. А, вот он. Вот он висит. Вот он. Да потряси дерево, не ломай. Ветки. Потряси дерево. Нет, висит. Держится. О, все, упал. Все, неси вы, Сергей. Артем, Сергеич. Так обойди ты, ты че через забор. Обойди вон там с батей в калитку. Ну все, брательник, красавчик. Предыстория такая. Взлетел я от своего домика. Там полетал везде нормально. Прилетел сюда, вот, над Ваниным домом. И показала батарейку, что якобы кончается. Там-то у меня было 7 вольт, нормально. А, видимо, за дом сигнала не хватило, вот за этот дом. Ну вот. Еще у него срабатывает кнопка самовозврата, и он... И завис тут у нас. Че, живой? Да. Че, он сам сложился? Да. Ну-ка, нажми кнопку. А, вон, сейчас я. Живой! Ну вот и спасли аппарат. Все хорошо, умеем еще лазить по деревьям. Я не ж хотел лезть, блин, нафиг, думаю, ветер пойдет, упадет. Так что все, аппарат жив. Надо летать в поле куда-то ходить. Вот игрушка маленькая. Маленькая игрушка. 149 грамм. Ну, кое-что поснимал. Надеюсь, прикрепить к видео. Всем пока. Вам спасибо. До следующих встреч. Ага. Да-да, ребята, учусь летать между столбами, ну, прямо по улице, возле деревьев. Вот он такой, как бы, чувствительный к ветру. Ну, что, сами понимаете, игрушка за 15 тысяч. Вот тут Оксане показывают, что я умею, я такой профи держать его. Ну, как бы, на расстояние, вот сейчас он под крышу. Тут навес какой-то. Он что-то под крышу у меня не улетел. Кутаю кнопки. Маленько. Ну, короче, не летун я нифига. Вот, его остановлю. Покрутить на месте я могу его. Так, последил чуть-чуть за Оксаной, куда она пошла. Вот его, когда он разгоняется, он вот камерой, то есть, нету балансира на камере у него. Ну, такой, сказать, дешевенький аппаратик. Изображение тоже не очень. Под проводами вот пытаюсь пролетать еще. Вон, видите, вверху провода, а их не видно. В дронах не чувствует. Так, над деревней поднялся чуть-чуть. Закат такой красивый. Улица наша. А тут вот я как раз и полетел к Ване. К соседу, думаю, посмотрю, что он там делает. Он говорит, ты что там за мной наблюдаешь? И вот он как раз этот момент, думаю, подлечу поближе. Пока я его видел, вот я его вижу здесь еще. Здесь я его перестал видеть. И вот он, камера встала, сигнал, видимо, уже сработал ему. И вот он, видите, изображение встает. Вот он боком попер домой самостоятельно. Ну и врезаюсь в дерево. Ну, а дальше я вам уже видел, как у меня брательник снимал его с дерева. А тут я еще перед этим смотрел, как смотрится мой трактор сверху. Ну, было как так. Ну, просто чисто интересно. Закат еще раз посмотрел. Красиво, конечно, да. Ну, камера такая, не очень. Вот все пытаюсь выровнять его на себе. Его ветром, конечно, тут качает, болтает. Ничего не поймаешь. Камеру стабилизации нету, как толком. Ну, в общем, вот какой-то квадрат синий. Ну, что, успел полетать, успел колесо сделать. Завтра к 10 на выезд. Все, в работу трактор. Ну, приходится отвлекаться на работу. Ну, и тут надо. Тут надо тоже подготавливать. В общем, еще маршрут надо строить. Блин, столько делов. Ну, что, надо и поработать. Что, с трактором работаешь? С гоночным. Надо и денежку заработать. Пацаны, вон, тоже работают. Рядом. А мы вот сюда, на этот отъезд. Сигнали друг другу еще. Здороваются. Парни работают. Экскалатор тоже продвигается. А у меня... Я уже более-менее что-то похожа на фланировок. Вон, ребят, работаю. Ну, я понял. Я просто хотел сделать самое. Я думал, скинуть. Ну, ладно. Фотографии делать. Хоп. Раз, два, три, четыре, пять. Оп, красный. Увеличитель. Зажатый. Тут земля. Ну, рабочий походу еще. Тут земля. Она поедине. Чистая. Это забыл, как он называется. Фото... Фотоувеличитель, да? Да. Вот так он и называется. Да, все правильно. Тогда я правильно вспомнил. Так, хоп. За сколько времени? Хоп. Ну, вот такой прикольный. В хорошем состоянии. Сейчас уже, наверное, этим не занимаются. Ну, все, я работу сделал. Дорожку. Спасибо. Дорожку проложил. Здесь сказали, ну, дрова что-то будет, материал складывать. Вот второй столбик. Ну, там на заборе написано. Здесь где-то в районе фундамент еще какой-то будет копаться. Там второй, вон, где кошка идет. Будет копаться. Так, здесь заезд, тут мешает канализация. Ну, а здесь грунт вывалили, уже пойдет в фундамент, который привезли. Мужики работают. А я все, я поехал домой. Я отработал. Серега еще там приехал, надо созвониться. Стамберг. Хантемансийск, тебе привет, Серега. Так, друзья, я отработал, погрузчик поставил, машину переставил. Трактор выгнал. Трактор надо помыть. Я его так и не помыл. Времени нет. Сейчас еще и успел съездить за этими футболки. Красный не нашел, нашел с воротничком. Отвез их в типографию. Там наклейки будут делать. Сейчас едем тогда к Санечку. Санечка, который раз сказал, приезжай к нему. Нефиг деньги тратить на мойки. Потому что сейчас меня будут считать вместе с прицепом. А это получается длина фуры. То есть по деньгам. Так что едем к Санечку мыться. Санечка. 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 Трактор блестит уже. Санечка не дает мне помыть сам все. Я говорю, дай мне хоть я побрызгаюсь. Дети еще эти. Вот эти вот. Ага. Вот этот злой ходит что-то. Вот такой. Помыть. И частеньки ты правда против солнца не еще не видно. Ну а здесь все бардачки помыли. Пенкой. Сколько я сегодня сэкономил, Саня? Трешку сэкономил? Мойка пятерку у нас ставит. У вас пятерка? Да. Блин, нифига себе. Я тут мужикам рассказываю. Трешку сэкономил. А фуру сколько помыть? А? Фуру сколько помыть? На мойке. Две пятьсот где-то. Две пятьсот? А мне полторашку берут за трактор. Я думаю сейчас еще в два раза. По-братски пятерка. Пятерка даже? А, это ты мне здесь. Я имею ввиду на этом. Ну вот видите, схалтурил. Короче. Ну шутки конечно, но сейчас чистенький будет. Но я посмотрел на время выезда в пятницу. Четверг, пятница у нас дождь. Ди приходит. Видишь, у меня подъявка. Бегает. Хорошо, у нас дожди. И, 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 и. Посмотрим как будет. Сейчас еще у Саши стульчики забрать. Стол я дома возьму. В общем, не забыть эту горелку взять. Даши рак еще придется, наверное. Ну если где-то на случай форс-мажора, чтобы был. Блин, дети, вы меня замучили. Мы тебя любим. Да ты шо? Ты, красавицы мои. Ну в общем, в общем вот так. Собираюсь потихоньку. И погоним. Давай. Okay. Давай.